Секреты Некрополя. До плановых технических работ 24 августа. Один раз в день у NPC Сиена, подземелья Некрополя. Можно за 810 ADN купить секретный свиток поручения Некрополя. Ход Некрополь доступен с 50 уровня и выше. Гарантированная награда свитка 200 000 ADN, 1000 энергии НХСАД, 500 знаков поручения, доп. Награда рандомна. Также добавлено межсерверное подземелье Некрополь. Мир смотрим. Некрополь. Телепортация 100 000 ADN. Пока никого нет в рейтинге. О, можно регламент почитать. Некрополь. Мировая временная зона для персонажей от 50 уровня. В Некрополь может войти ограниченное количество игроков. Мероприятие проводится вторник, четверг, суббота, воскресенье. В Некрополь можно войти с 21.50 до 22 по МСК. После попадания в Некрополь персонаж остается там 15 минут. Имя вашего персонажа автоматически изменяется на случайное. В Некрополе проводится 3 раунда. У каждого раунда есть своя цель. Раунд первый. Собрать 100 осколков вечности за ограниченное время. Раунд два. Собрать 100 кристаллов вечности за ограниченное время. И раунд три. Выжить до самого конца. Убивайте чудовищ и других игроков во время первого и второго раунда, чтобы заработать фрагменты кристаллы вечности. Когда один игрок убивает другого, он может получить часть накопленных убитым фрагментов кристаллов. Если игрок умирает во время раунда Некрополя или выходит за пределы обозначенной области, он может потерять часть накопленных фрагментов кристаллов. В третьем раунде область начинает постепенно разрушаться. Персонаж, оказавшийся на разрушенном участке, мгновенно погибает. В Некрополе не работают некоторые умения. Телепорт. Незаметность. Кристалл Инея. Молитва. Мистический щит. Небесный щит. Щит стражника. Награды. Если игрок успешно завершает первый и второй раунд, он получает письмо с наградами. В третьем раунде составляется рейтинг игроков, позиция в котором зависит от того, как долго они смогли продержаться. На основе этого рейтинга, по окончанию третьего раунда, игроки получают награды по почте. Сундук Лилим с наградами. Свиток поручения Лилим. Энергия. Бомба. Орден славы. 5000. Знак поручения. 500. Дальше. Свиток Лилим. С наградами. Высокого качества. Свиток Лилим. Энергия. Разбор. Орден славы. 10000. Знак поручения. 1000. Так, дальше. За первое место. Купон карты класса Лилим. Высокого качества. 11 раз. 5 штук. Сундук. Пособием высокого качества на выбор. Зелье пробуждения. Высокого качества. 5 штучек. Купон карты класса Лилим. Высокого качества. 11 раз. Нормально отличается от первого. Как бы те же самые предметы, но в количестве меньше. И третье место. Очень отличается от двух первых. Сундук для тренировки. Высокого качества. Зелье пробуждения. Высокого качества. 1 раз всего. Купон карты класса Лилим. Высокого качества. Все получают лилим высокого качества, только третье место 3, второе место 4 и первое место 5. И начиная с места 4 по 10, карта класса лилим высокого качества 11 раз 2 штучки. Дальше с 11 по 30 место. Карта класса лилим высокого качества 11 раз 1 штучка. Потом с 31 по 60 место. Карта улучшенного класса лилим 11 раз 2 штучки. С 61 по 100 место. Карта улучшенного класса лилим 11 раз 1 штучка. Ну и с 101 по 500 место. Карта улучшенного класса лилим 6 раз 1 штучка. И с 500 по 2000 место. Карта улучшенного класса лилим 1 раз. Межсерверное подземелье, которое будет доступно сегодня без 10.10. 21.50. С 21.50 по 22.00 вы сможете туда войти. На данный момент оно закрыто. Видим тут Некрополь Покаяния. Некрополь Мучений. Алтарь Правосудия. Это, наверное, финальное. Это финальный третий раунд. Видите, тут выпадают краски, синие рецепты. Ну хотя бы синие рецепты и краски тут падали, было бы неплохо уже. Тут видим боссы есть какие-то. Даже на этажах там. Я даже не знаю, что это такое. Надо смотреть. То же самое, вот это, наверное, первый уровень. Рецепты создания вообще четко. Рецепты создания редкого предмета. Это охеренно, если честно. Если оно хоть будет там падать, там уже один рецептик может. Хотя бы, это уже круто. Так, теперь еще по Некрополю. Некрополь. Первый раунд собрать 100 осколковой тьмы 5 минут. Потом второй раунд 100 ристаллов за 5 минут. Ну и третий раунд выжить в течение 5 минут до тех пор, пока не останется только один персонаж. В каждом раунде по прошествии определенного времени появляются боссы. Убийство боссов позволяет получить особый эффект. Увеличение физзащиты, увеличение точности, увеличение макс хп при попадании обычными атаками или умениями. С неким шансом оглушает цель. Удар покорителя. Осколок Некрополя. До плановых технических работ 24 августа. При охоте на монстров в подземелье. Башня Крумы Логова Антароса. Башня Слоновой Кости. И башня Дерзости. С определенной вероятностью выпадают предметы Осколки Некрополя. Можно приобрести вещи у NPC Саири. Саири, детка, что с тобой? Розыч, так бывает в жизни. Что поделать? Так, смотрим, что мы можем приобрести. Ежедневные предметы. Достаточно немного нужно Осколков Кристалла, чтобы приобретать ежедневные предметы. 5 реликвий энергии. Эйн Хасад. И зелий развития. Также видим до окончания ивента. 5 сундуков с обычным посохом на выбор. Высокого качества на выбор. 3 сундучка. Кристалл Некрополя. Чистый эликсир. И руда духов. Позволяет получить следующие предметы. Порошок Пробуждения. Кристалл Привязка. 200 штук. Улучшенный кристалл. 20 штук. Камень магии. Благословенные свитки. Модификация оружия. Доспеха. Украшение. Благословенный усиленный камень. Все выпадает рандомно. Подарки из Некрополя. До плановых технических работ 24 августа. Во время ивента каждый день 12 часов по почте будут отправляться подарки из Некрополя. Награды будут выдаваться только в течении 3 часов. Поэтому обязательно заберите их из почты вовремя. Кристаллы души можно приобрести в магазине. Нажимаем сверху. Магазин. Адены. Светилища Леи. Где карты класса. Вы покупали. Теперь тут появляется. Кристалл души высокого качества. Кристалл души высокого качества 1. Вы можете приобрести с 40 уровня. И кристалл души высокого качества 2. Начиная с 60 уровня. Добавлена система кристаллов душ. Вы фармите в полях мобов. Кристалл душ. Видим. Душа сатира. Можно продать. Будет продаваться на аукционе. Кристалл души Орн 4. Привязка. Выпасть одна из душ. Какого-то монстра. Из-за этих кристаллов. Вы получаете. А по эти. Видите. Собрав коллекции. Вам дают души монстров. За сбор коллекции. Вот надо собрать. Я знаю только что вы. За эти. Собрание этих душ. Можете. Развивать своего персонажа. К примеру как. Вот видим. Характеристики. Прогресс. К примеру вот. Пробуждение. Увеличивает накопление энергии. 391 душа нужна. Я могу второго уровня. К примеру сделать. Но увеличение накопления энергии. Макс. ХП. 500. Первый уровень. Вообще супер. Первый уровень. Надо апать всех. Или я не знаю. Возможно тут ограниченное количество. Идет. Первый уровень. Очень много дает. Вот. Это дальше. Там. Увеличение длительности. Аномального состояния. Сопротивление. Умение. Плюс 1. Но первый уровень дает. Плюс 300 хп. Можно каждый уровень апнуть. Наверное. Но я не знаю. Лучше посмотрю. Гайдецкие. Какие-то. По-любому. Миллион. Тысяча. 300 штук. Гайдецкие. По душам. Пожалуйста. Напишите в комментах. Благодарочка. Заранее. Сразу. Кто первый раз это видит. Вы тут апаете свой персонаж. Вот. Крит атака. 2%. Дальше. Весь урон идет. Плюс 1. Потом. Плюс 1. Точность пошла. Нужно 48 душ. На этот ап. Давай мы апнем энергию. Просто. Энергия. Нужна. Это. По-любому. Без энергии никуда. Это ваш ап. Ваш левел. Это ваше все. На 5%. Супер. Третий уровень. На 10%. Вот. Блин. Не. Ну давай. Первый уровень. Хотя бы апнем. Посмотрим как оно. Апнулось. Плюс 100%. Влечение энергии. Макс хп на 2500. Если максимум пройти. Надо. 19000 душ. Короче. Бомба. Также добавлена руна скорости. Прв плюс 2. Руна мудрости. Плюс 2. Руна выносливости. Плюс 2. Если будем модифицировать наши руны. Руна плюс 3 дает 3 физ защиты. 5 прв. Сопротивление оглушению 1%. Также аналогично руна МТР и руна выносливость. Семные благословения. Марилон. Сапом на лада. Ничего себе. Теймба будет. Как всегда. Круто. Вот. Видим. Филар. Танк. Сапом на мага. Круто. Это круто. Ребята. Карман эстус. Нож и лад. Прикольно. Прикольно. Крестам. Вот это. Вот это я хочу. Слушайте. Хочу его достать. Отвечаю. Мне подобается. Подожди. А что? 25 интеллекта. Мах лучник. Ну такое. Мах лучник. Конечно. А ну. А если старкаем его сравнить. Получается. 20 интеллекта больше. И на 2 МТР. Оно минус 2 выносливость. Ну для кача как бы лучше он будет. Добавленные коллекции. Классов. Видим физзащита. Урон святости. Снижение урона. Выносливость. Макс хп. Крит атака. Плюс 2. Прп. Макс хп. МДР. Плюс 2. Урон огнем. Интеллект. Сопротивление урона от оружия. Шанс аномального состояния. Шанс удержания. Также добавлена целая куча агатюр. Агатионов просто. Немоверная куча агатионов. Легендарных. 2. Акомонах. Рыцарь смерти. Но у меня его никогда не будет. Короче он. Дает метеорам. Магия восстановления. 2 метеора. Плюс еще агатион метеорам сверху. Видим увеличение. От умений. И от оружия. Плюс 10%. И тут. Самое интересное. Плюс 11 точности. Можно заиметь с агатионов. Я уже не говорю про уроны. Ветром. МДР. Снижение урона. ПРВ. Плюс 2. Весь урон. Крит атака. Выносливость. Весь урон. Плюс 2. Шанс оглушения. Такое. Сопротивление умением. Увеличение урона от оружия. Плюс 4. Ну это. Короче. Ребят. Доставим кошельки. Ебашим. Обновлена коллекция ивен книг об истории. И раз в месяц создавать 2 книги. И мы пихаем в коллекции. Весь урон. Защита плюс 1. Точность. Макс. ХП плюс 100. Снижение урона. Блокировка оружия. Но это понимаете до 07-09. Это через месяц пропадет. Вот тоже офигенное увеличение урона от оружия. От умений. Плюс 5. Урон от обычных атак. Плюс 2 топ. Общие. Сопротивление урона от умений. Но я всегда смотрю на атаку. То что у меня бустанет именно в каче. Потому что надо левел качать. То что я очень сильно отстал. Мое исправление ошибок. Исправленная ошибка. Из-за которой умения. Душа Орфен. Душа Закина. Отображались не так. Как умения поддержки Агатионов. Изменили время завершения сезона. Катакомбы отступников. Раньше было час ночи. Теперь в 15.00 будет. Увеличено количество базовых ячеек хранилища. И максимальное количество ячеек. Базовое с 20 до 28. И максимальное число ячеек 308. Уведомления. Это ж круто. Чтобы слышать хорошо уведомления. Добавили упрощенные настройки. Круто. Ну вот видите график ивентов. Если тебе нравится то что я делаю. Ставь лайки. Подписывайся на канал. Можешь просто ставить лайки. Если я буду видеть лайки. Я буду делать еще лучше. И на этом все. До новых встреч. С вами был Розе. Субтитры сделал DimaTorzok